итак дорогие мы сегодня пойдем уникальную мысль и я назвал тему в форме вопроса и это будет странно звучать но я хочу чтобы вы выслушали эту мысль потому что бог очень уникальные вещи проговорил ко мне определенное время в определенном сезоне и так тема называется кем ты побежден кем ты побежден вы знаете существ у человека есть иллюзия что он свободная личность знаете ли вы что это полная обман ты всегда побежден кем-то знаете ли вы что человек после грехопадения именно там он потерял свое наследие и свою свободу теперь мы с вами принадлежим или одному или другому царству знаете ли вы что даже когда человек вкусил некоторые люди говорят у меня такая свободная воля стоп свободная воля дано человеку выбрать только тьму и свет выбрать добро или зло выбрать или плод познания одобрали плод познания зла другими словами у нас даже воля выбора лимитирована до двух опций и все сказали аминь почему потому что как только ты выбираешь царство свет и царя включаются совершенно другие законы и ты не можешь в царстве таря делать что ты хочешь ты делаешь что что указано царем в этом царстве и мы то же самое в царстве тьмы когда люди избирают тьму они избирают того кто ими контролирует и они избирают образ жизни и мышления того царства и ты не можешь люди говорят я свободен нет мы прямо сейчас вот прямо сейчас мы побеждены кем-то или чем-то вы знаете когда-то мне бог это откровение я получил очень уникально знаете один раз работая над моим автомобилем что-то там делал и я просто обратил внимание я никогда на это не обращал внимание он говорит посмотри почему когда человек создает автомобиль он по умолчанию создает в нем руле сиденья я говорю ну и что руле сиденья руле сиденья естественно вы знаете ли вы что человек создан богом с рулем и сиденьем я знаю сатана эта тема будет опасно я знаю я знаю знаю это когда серьезные откровения у нас начинаются технические неполадки но мы это переживем и так спасибо сатана что ты мне дал ударение на эту мысль я ее еще раз повторю и так дьявол ненавидит истину земля все что он может это кусать провода это его специфика как только что-то высвобождать всегда обращай внимание на мысль которая сказана перед тем как началась проблема техническая это скорее всего глубочайшее откровение еще раз когда я сидел и что-то делал с моей машиной и я обратил внимание была открыта дверь и обратил внимание он говорит почему вы создаете машину с рулем и сиденья я говорю да потому что ей на ней кто-то ездить должен он говорит человека я создал именно так мы с вами вы с вами никогда не созданы жить вне бога мы созданы вы знаете что мы созданы поклонниками мы ссор еще раз говорю люди говорят я ничему не поклоняюсь вот те которые говорят я ничему не поклоняюсь это те которые поклоняются себе и своим силам стоп люди говорят я ничему не поклоняюсь стоп перестань врать если ты не поклоняешься богу не поклоняешься дьявол ты поклоняешься своей красоте своему физическому здоровью кто-то понимает своим силам бизнесу другими словами человек который говорит не поклоняюсь никому, это тот, который поклоняется себе. Он Бог себя. Он поклоняется плоти и крови. Тот, кто говорит, а я атеист, я не верю. Атеист — это вообще самый верующий человек. Атеист — это ты просто веришь в ничто. Это очень серьезная вера. И у них целые конференции атеистов собираются. То есть у них целые доктрины. Как люди, которые не верят в ничто, есть целые доктрины и книги написаны. Если ты ни в что не веришь, там ничего нет. У них целая конференция атеистов есть. Целые книги написаны, как ничего не существует. То есть это вера в несуществование. Кто-то понимает? То есть если ты веришь в существование, то есть там вера в несуществование. Поэтому не надо мне рассказывать. Мы кем-то побеждены, и кто-то всегда за рулем этого автомобиля. Что бы ты ни говорил, прямо сейчас мы побеждены работой, бизнесом. Мы побеждены с заботами земными. Какой-то стройкой какого-то дома. Мы чем-то побеждены. Или ты побежден Богом. Вы знаете, что я один раз понял в своей жизни? Если я побежден кем-то, то я выбираю быть побежденным Богом. Алло. Я выбираю Бог. Победи меня. И вы знаете, что некоторые люди даже не понимают силу победы и смирения. Потому что как только я сдаю все права и говорю, Бог, я твой, стоп, семья, включается охрана и включается твой хозяин, который теперь начинает за тобой наблюдать и тебя охранять. Стоп. Вот идет Иаков. Послушайте себя. Это даже не Новый Завет, это еще Ветхий Завет. В Новом Завете уже 100% это утверждено. То есть, смотрите, вот идет Иаков. Его там идет, с одной стороны, с ним хочет дядя поговорить, с другой стороны, идет его старший брат Исаф поговорить. Помните историю? И вот он идет, и он понимает, что разговор будет какой-то, кто первый его догонит, ну тот первый и получит, конечно. Ну он и получит. То есть, и он здесь начинает, он взмаливается к Богу. Другими словами он говорит, открой мне, кто я. Он держит его, не отпускает его. Бог открывает. Другими словами, Иаков сдается. Кто-то понимает? Он сейчас побеждается Богом и повреждается его бедро. Но после этого Иаков входит в самый лучший сезон своей судьбы. Ты не понял. Ты хочешь прорыв? Кем ты побежден? Ты хочешь успех? Успех! Ты или сам по себе там что-то будешь сам придумать, или ты хочешь быть побежден Богом. Но когда я побежден Богом, я гражданин другого государства. Кто-то понимает? И теперь государство заботится о тех гражданах, которые принадлежат ему. Я хочу, чтобы вы поняли себя. Именно после того, как ты полностью сдаешься, вот сидит Иосиф и еще сам там что-то пытается придумать. Выпустите меня. Пожалуйста, замолви словечко обо мне, фараону. Я тут вообще влип и не понимаю. И как только он сдается, кто-то понимает? Как только он сдается, включается другая энергия. Другими словами, как только я не принадлежу себе, я и вхожу в мой самый великий сезон моей жизни. Как только Сидрах, Мессах и Авдинага отпускают все бразды правления и говорят в печь так в печь, они моментально сдают права и они побеждены Богом. Кто-то понимает? Они сдаются принципом неба. Небо защищает их в печи. Вот почему большинство христиан не имеют ни силы, ни благословения, ни помазания, потому что никогда не дали Богу овладеть ими. Какая тишина. Мне так нравится сегодняшний урок. Да аминь скажи. Или ауч. Что-нибудь скажи. Вы со мной с меня? Вы внимательно меня слушаете? И люди говорят, это человек успеха. Нет. Этот человек успеха, это продавший свою душу или Богу, или дьяволу. Ты хочешь знать, что такое настоящий успех? Настоящий успех приходит только к рабам. Я не говорю сейчас, мы сыновья, понятно, мы по искуплению сыновья, но вы понимаете в контексте того, что я говорю, к тем, которые сдались. Младший сын, не зная, может быть, многих этикетов, не планируя там делать, он знал одно единственное. Я поднимаю свое лицо от этих свиней, от этого навоза и рожек и вспоминаю, что о рабах заботится царство. Ты со мной? Что там, другими словами, там рабы на поле принадлежали этому хозяину. Это значит, и он вспоминает, что там рабы лучше живут в изобилии. И что он делает? Заметьте, он говорит, я с этого момента больше не принадлежу себе. Я сдаюсь. Ты сдаешься в правильном направлении. Другими словами, тебя кто-то выкупает. Вот где свободная воля. Свободная воля только у машины одна. Чья попа будет сидеть в кресле. Я позволяю хозяину. То есть, кого я позволяю? Или там эго управляет. Сейчас, кстати, христианство настолько в эго попало. Я. Мое. Смотрите, вот он, Бог. Вот, видели? Ты поклоняешься себе. Ты на троне себя же. Ты в поклонении своему телу, своему мышлению. Ты в поклонении себе. Ты Бог для себя же. Другие в поклонении чему-то другому, третьему. Неважно. Человек всегда будет чему-то поклоняться. И тот, который говорит, что он ничему не поклоняется, это самый жестокий поклонник себя. Потому что теперь все насчет меня. Все. Точка насчет меня. Это самое мощное эго. Но когда я принимаю решение, я не принадлежу себе. И дьявол, ты не коснешься меня. Знаете, кого касается дьявол? Те, которые еще играют в эти игры. Сегодня тут, завтра там. Сегодня я поролю этой машинкой. Завтра дух этого мира покатается. И вот так мы и живем. Никогда по-настоящему не сдавшись одному царству. Да, мы сидим в кресле. Мы говорим, Бог, я люблю тебя. Но ты один знаешь, что в понедельник утром с тобой происходит. Ты действительно Божий. Или ты играешь в игру? Кто красивее выглядит в воскресенье? Кто духовнее поет и поднимает руку? Кто ты внутри? Кто сидит на сердце? Кто управляет рулем сердца? Чей ты? Потому что, да, поймите, мы все прощены. Я сейчас говорю о прощенных христианах. Мы понимаем, кто за рулем у людей мира. Мы говорим сейчас о церкви, о рожденных свыше, о спасенных. Ты спасенный. Но быть спасенным и быть успешным, благословенным и довольным, это две разные вещи. Сколько я знаю спасенных в муках жизни? Они выживают, потому что не поняли один принцип. Ты должен сдаться, сдаться. Царь, ничего без тебя. Теперь каждое мое решение это ты. Теперь каждый мой вопрос не к людям. Вот почему христианство обижено, разочаровано, потому что у них надежда во всем, кроме Бога. Ты хочешь увидеть неразочарованное крепкое христианство? Это те, которые говорят, теперь меня люди вообще не интересуют. Церковь. Да церковь может делать что хочет, меня вообще не интересует. Меня интересует мой Бог и мое хождение в Боге. Что я от Него получу? Причем тут люди? Мы все косые и хромые. Как ты можешь сравнивать по мне? Я всего лишь ношу кусочек какого-то откровения. Пожалуйста, не сделай ни меня, ни другого человека своей вселенной. Иначе я уже на троне твоего сердца. Вот почему люди сначала меня любят. О, шапова. Я ненавижу эту тварь. Почему? Потому что я куда-то крутнул не туда. Ага. И ты такой, все, с машины. И опять другого усаживаем кого-то. О, а вот этот меня довезет. Аллилуйя. ты опять пассажир в своем, в своей жизни. И опять за рулем твоей жизни какая-то говорящая голова. Когда там будет Дух Святой? А что такое Дух Святой? Не отойду, пока не получу, помните молитву Якова? Не отпущу. Твоя молитва. Знаете, как я дошел туда, куда я дошел? Меня не интересуют люди, меня никогда ты не разочаруешь. Меня не разочарует закрытие церкви, открытие новое, переезд в другую. Меня ничего не разочарует, потому что я навсегда оставил этот мир и надежду на плоти кровь. Навсегда. Меня никто не разочарует, потому что человек всегда будет человеком. Я беру мою силу и надежду, упование и возлагаю на того, кто никогда не предаст, никогда не кинет, никогда не подставит. Вот что такое зрелый сын и дочь. Духа. Тебя невозможно разочаровать. А ты слышал, тот сблудил. Ну что, а чего от него еще можно ожидать? А ты слышал, тот опять скатился в алкоголизм. Человек есть человек, покройте его милостью, молитесь за него. Не надо в шок. Вы знаете, мы сначала поднимаем звезды, мы сначала их, о, вот это проповедник, а потом как будто Бог с трона с неба упал. Мы ведем себя, о, Господи! Какой Господи? Господи там, где сидел, там и сидит. Как был свят, так и остался свят. Алло! Упал твой Бог. Упал твой водитель. Это он выпал на повороте с твоей машины. Бог никуда не выпадал. Но когда мне Бог сказал, когда мне была открыта вот эта мысль с ним, мысль, и Бог мне сказал, сынок, у тебя нет возможности быть непобежным. Ты всегда кем-то побежден. Ты всегда в поклонении чему-то или кому-то. Всегда! Вот почему Библия говорит, не можете служить двум господам. По умолчанию Бог подразумевает, что мы служить кому-то будем. Бог не говорит, не можете служить никому. Нет! Он говорит, не можете служить двум господам. Значит, мы каким-то, двум, трём, одному, четверём, мы всегда кому-то служим. Чему угодно. Люди Бога сделают из всего. У кого-то их животное это Бог. Он в церковь не поедет, потому что он забыл покормить кота. Не умрёт твой кот. Наоборот, для желудочка полезно не покушать утром. Меньше уборок будет песка котячего. Семья, вы понимаете, о чём идёт речь? Мы сделаем из всего Бога. А Бог говорит, а почему бы тебе из Бога не сделать Бога? Ты что-то берёшь? Такая вроде простая мысль, но в моей жизни она абсолютно фундаментальна. И вот чем отличаются люди зрелые от людей незрелых. Они постоянно меняют водителей. Меняют. Ой, этот разочарался. Ой, этот епископ натворил. Ой, эта группа прославления вообще и у нас постоянно кто-то падает, кто-то предаёт. Мы постоянно развращованы, мы постоянно меняем церкви, мы меняем всё. Почему? Потому что ты не понял, кто должен тебя победить. Ты не понял, кто должен наконец-то сесть за руль твоего автомобиля. Ты не понял, кому нужно сдать всё. Да! Хождение перед Богом требует сил, потому что дождаться Его ответа, о, сколько людей не могут это сделать. Как я и говорил, мы всегда даем Богу опцию. Бог, я жду тебя, я жду тебя, а тебя нет, всё, я иду искать другого источника. А Бог говорит, сиди и жди, пока я не отвечу. Сколько ждать Бог? Год, два? Он говорит, а двенадцать не хочешь? Как Иосиф, двенадцать не хочешь? О, двенадцать, Господи, да, а для тебя, для умного четырнадцать сделаем, чтобы на всякий случай, чтобы точно уже трупик лежал и не шевелился. Причём тут время? Я хочу Бога, семья. Вот где, вот где невеста, семья? Кто-то говорит, кто такая невеста? Невеста это очень простая субстанция. Она кроме жениха не хочет ничего нить и никого слышать. Ой, два, вот сейчас две невесты и сказали аминь. Невеста не пойдёт к чужому, она дождётся своего. Любовь не меняет. Вот почему Библия говорит возлюби, потому что любовь меняет всё и любовь делает Бога Богом. любовь это самая высшая форма поклонения. Вот почему Библия говорит никто не имеет права быть выше Бога. И Библия говорит сначала возлюби Господа Бога твоего в сердце разумения и потом только ближнего как самого себя. Другими словами человек всегда будет сидеть на пассажирском сиденье, за рулём будет сидеть возлюби Господа Бога твоего. Ты со мной. Любовь это самая высшая форма поклонения. Когда мне это было открыто? Вы знаете, когда я, мы сразу с женой сказали, я говорю, ты должна понимать, я люблю Бога больше, чем тебя. Она говорит, я тоже, у меня Бог. Я говорю, значит все будет на своих местах. Почему? Потому что когда ты садишь в кресло водительское жену или мужа, вот здесь у тебя проблемы и начинаются, потому что ты начинаешь требовать то, чего они не способны тебе дать. Ты слышишь меня? Вот почему мериджи рушатся. Потому что мы сидим опять в офисе, консультируем пару, и они требуют от друг друга то, что только Бог им может дать. Я говорю, пересади своего мужа, Бога, пересади его на пассажирское сидение, посади Бога на водительское. Вот знаете, слава Богу, это хороший момент сказать спасибо тебе, Иисус, что ты вкручиваешь нам мозги. Потому что мы настолько потерялись в этой жизни. Боже мой. Смотрите. Сам по себе человек не способен существовать. Человек это существо, которое не может существовать вне чего-то. Мы созданы сидением, мы созданы как поклонники, мы без Бога жить не можем. Он вдохнул в нас дыхание жизни, и до конца жизни это будет наш кислород. Кто-то понимает, да? Когда Бог вдохнул на Адама, это то дыхание жизни, без которого мы не можем жить. Это то, из чего состоит наш дух. Это то, что рождается свыше и опять присоединяется назад к небесному Отцу. Другими словами, мы можем жить без многих вещей. А Иисус сказал не хлебом одним. Кто-то понимает, да? Иисус переключает искушение сатана, говорит, не хлебом одним будет жив человек. Но всяким словом в оригинале дыханием руах будет жив человек. Словом, откровением, его дыханием будет жив человек. О, знай, слава Иисуса. Аминь. Мы рождены быть поклонниками. Но у нас есть выбор объекта поклонения. Другими словами, нам дан выбор, нам дана воля сто процентов. Но воля только, кого я усаживаю за руль. Себя, дьявола, мир, жену, мужа, детей, кота, собаку, бизнес, деньги. Что угодно. Я усаживаю за руль что-то, что потом начинаю. И на него возлагаем надежды. Надежды на бизнес, на наш, на маркет, на что угодно. Мы возлагаем. И потом, конечно, все это мирское нас подведет. Конечно, оно нас накажет. Нас не накажет одно. Небесный Папа, который только один имеет право сидеть за рулем твоей жизни. Аминь. Смотрите, мне нравится. Смотрите, даже десять заповедей. Смотрите, первый раз. Можете себе представить. Я, я наслаждаю десятью заповедями. Знаете почему? Да, Иисус все десять заповедей перевел в любовь к Богу и ближнему. Помните, да? Все заповеди, все пророки в этих двух. Но десять заповедей это первый раз Бог дает человеку свое мнение. Понимаете, да? До закона, до всего. Это первые десять. Вот скрижали, и вот Моисей с общения с Богом выходит и говорит, вот что Бог хочет. Там бомба. Кто помнит самую первую заповедь? Ребят, первая заповедь открывает нам нашу сущность. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть Бог говорит не то, что «Да не может, не будет». Он говорит, у тебя боги будут. Что-то будет. Он говорит, это буду или я, или другие боги. То есть перед лицом и «Да не будет у тебя других богов». То есть Бог по умолчанию понимает, что все поклоняются богам. И он уже сразу в самой первой заповеди адресует «Да не будет у тебя». Это значит, у них есть. Когда кто-то тебе говорит, да не будет, это значит, у тебя уже есть. По умолчанию. Ему нужно сказать, нельзя, но, никаких богов, только я. Перед лицом моим только я, только со мной. И вот это вот уникально. Первый разговор Бога с человеком, первая заповедь, и сразу адресуется водитель твоей жизни, сразу адресуется объект твоего поклонения. Он не сказал, не убей, не убей. Самая первая заповедь, да не будет у тебя за рулем никого, кроме меня. Ох, а мы любим с вами усадить за руль. Как мы любим усадить за руль, что угодно. Почему Бог называет, не можете поклоняться Богу и Мамоне. Мамона, это же Бог этого мира. Вы понимаете, да? Вы никогда не задумывались, почему Иисус сравнил, почему не можете быть, не можете служить двум господам, не можете служить Богу и чему-то другому, мужу. Почему Иисус называет, не можете служить Богу и деньгам? Потому что деньги дают тебе покой, надежду, уверенность и фундамент. Я еще раз, я вот эти вещи говорю, чаще всего нам с вами миллион на банке не нужен, потому что я хочу разбогатеть, а миллион на банке даст тебе спокойный сон и сохранность за завтрашний день и на год вперед. Это значит, когда у тебя есть что-то, на что надеяться, мы больше на Бога надеяться не будем. Если бы вы услышали, что я сказал, Бог говорит, я должен быть твоей единственной надеждой. И в основном, когда в теле Христа кто-то действительно становится богатым, я имею в виду, зажиточным финансово, это говорит о том, что он на это не опирается вообще. Помните Соломона, когда Бог ему спросил, чего дать тебе после жертвоприношения, помните, тысячу всесожжений, и он говорит, дай мне мудрость, чтобы управлять этим великим народом. И Бог говорит, вау! Можете себе представить, вместе с тем, что он попросил, автоматически приходит богатство, которого не нюхал и видел никто по сей день. Илон Маск рядом не сидел с Соломоном. Семья. Но имел деньги кто? Кто за них не спросил, и их в виду даже не имел. Он хотел что-то вне. Знаете, почему у нас нет денег? Потому что это все, что мы хотим, это наш Бог. Я знаю. Не надо ничего говорить сейчас. Ничего. Ничего. И это будет самый мощный аминь. Я знаю. Все проблемы. Я обычно говорю так. Когда мне люди приходят и говорят, пастор, у меня такая проблема. У меня первый вопрос. Сколько, какая сумма подчинить твою проблему? Если деньги исправят твою проблему, у тебя нет проблемы. Вы не услышали меня? Если бы церковь услышала меня. Если все твои проблемы вот сейчас упираются в финансовую сумму, семья, это просто недостаток. Это не проблема. Это просто надо, значит, надо понизить свои хотелки и похоти чуть ниже. Это значит, надо с трех тысяч на пятьсот долларов дом в месяц переехать на полторы штучки и дышать спокойно. Но наша похотяка не дает нам ездить на Тойотке. Наша похотяка не дает нам жить в простеньком домике и квартире. Мы хотим сразу и все. Успокойся. Ты дойдешь туда естественно по возрасту. Классно. Просто дыши. Просто дыши и все. О, Господи. Пастор, у меня мечта. Ко мне один человек в Украине подошел и говорит, у меня мечта. Я хочу быть в вашей церкви. Когда он приехал сюда, он побыл одно воскресенье. Одно воскресенье! Я говорю, брат, вот ты, я в Киеве видел, мы обнимались, он говорит, моя мечта быть в центре это одно воскресенье. Как с трубы выдало. Куда? Теперь возможности есть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какой центр трансформации? Пу-у-у! Хе-хе! Заметь, ты хочешь что-то, когда у тебя нет опций, но когда у тебя появляются опции, где ты, Адам? Ты где? Пу-у! Хм... и все мечтатели попасть в центр трансформации, который уже здесь, в Сиэтле. Где вы? Я же вас уже видел и обнимал вас здесь. Где вы? На полях зарабатывают на новый дрон-дулет. А в Киеве, во! У тебя даже опции нет зарабатывать. Шиш! И поэтому у тебя даже нет, и ты всегда хотел Бога. Ты хотел Бога, потому что у тебя не было опций. Знаете, где проверяется человеческое сердце? Когда ему дают все опции. И вот там мы видим, кто ты и кто я. Вот тут аминьи пошли, аллилуйя, воздай слава Господу. Какое интересное откровение. Какая глубина. А я такой, наконец-то! У украинцев есть возможность попасть в центр трансформации. Они, наверное, даже сейчас смотрят и ржут. Ага. Все открывается, когда мы видим, кто действительно за рулем твоей судьбы. Мы такие честные, мы такие нелюбящие мамону, пока у нас нет возможности зарубать, ну, рубать мамону. А потом мы приехали в Америку, ой, и тут рубать, и тут рубать. И самое классное рубается, как раз, когда надо быть в церкви. Кажется, самые классные проекты. И все, мы начинаем мамону рубать. Ты не нарубишь ее никогда. Всегда будет лучшая модель, всегда будет больше дом, всегда будет красивее одежда, всегда будет кто-то. Но когда ты избираешь Бога, Бог мой, что начинает происходить, когда ценности действительно меняются. Фу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как хорошо, как хорошо. Итак, мы рождены быть поклонниками. Мы живем во время эпидемии оккульта личности в теле Христа. Большинство приводит детей к Бога, к себе, к своим откровениям. Но когда ты действительно ходишь с Иисусом и Святым Духом, то, хочешь того или нет, ты начинаешь доминировать. Иоанн Креститель сказал такую фундаментальную истину. Заметьте, кто... Следующий шаг, когда кто становится... Кто садится за руль твоей жизни? Мне надлежит умоляться, ему возрастать. Знаете ли вы, что духовные люди через 5-10 минут всегда узнают, кто рулюет твоим автомобилем? Дай человеку... Знаете, что человеку нужно делать? Не перебивая его, дай ему 10 минут поговорить. Он всегда дойдет до своего Бога. Вы не поняли? Когда мы со Светланой делаем консультации или встречаемся с людьми, разные вещи. Первое, что мы делаем, мы даем 40 минут, полчаса, 20 минут. Вот пока у них дыхание закончится, все выканчивается, мы даем поговорить. Когда они нам сказали, все ясно, семья, все ясно. Они там, говоря, ответили на все свои вопросы. Нам просто нужно вынять и им показать. Вынять и показать. Все. Мы всегда дойдем до нашего объекта поклонения. Мы всегда... С чего бы ты ни начал, твое подсознание всегда уведет тебя в объект твоего поклонения, в твоего Бога и хозяина твоей жизни. Что бы это ни было. Я видел, как говоришь за Бога, у людей там даже... У них даже радар, у них даже флажок не поднимается. А потом такой... Ты знаешь, я видел парня, который купил землю. Два флага. Земля? А я вот сейчас... Я говорю, расскажи о своем Боге. Давай, 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 расскажи. Я внимательно слушаю. Смотришь, вау. Насколько ты сейчас вот в такой эйфории. Вот сейчас видно, как он поклоняется. У него форма поклонения сейчас. Я такой, вау. И он может говорить без конца. Надо уже просто рот закрывать и сказать, стоп, хватит. Потому что насчет нашего Бога, семья, у нас же рот не закрывается. Если твой Бог, твой муж... Только спроси за Бога. О, Господи, Боже. Если у него Бог, его жена... Боже мой. Туда будут уходить все жертвоприношения. Я тут остановлюсь, ибо могу попасть в проблему. Но, мужики, вы знаете, о чем я говорю. Когда она, твоя богиня, туда валится все. Все. Самое интересное, я вам скажу один секрет. Богиням никогда достаточно не будет. Всегда будет мало. Ты упашешься на следующую сумочку. Так, дальше. Здесь я остановлюсь. Смотри. Когда ты открываешь рот, как правило, говорит тот, кем ты побежден. Если ты побежден Богом, то говорит он, и это все видят. Вы понимаете, семья? Духовные люди, ходящие с Богом, любые люди, которые находятся более-менее в зрелости, как только человек открывает рот, ты видишь энергию, которую он излучает или она. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы с вами всегда питаемся от нашего Бога энергией, и ее мы проектируем на тех, кто рядом с нами. Другими словами, невооруженным взглядом нам дай свободную волю. Вот когда человек... Знаете, когда самое лучшее слушать человека? Когда он чувствует, что здесь он может свободно говорить. И я всегда люблю создавать такую ситуацию для них. Я говорю, при мне все можешь, говорю. И так красиво слушать людей. Как красиво слушать людей. Ну, зато у них есть возможность потом выслушать правду, именно? Смотри. Итак, всегда говорит тот, кем ты побежден. Когда ты побежден своим я, захвачен своим эго, это все видят и слышат. Только тебя. Ты увидишь я, мне, мое. Все будет насчет тебя. Другими словами, ты в фокусе. Другими словами, всегда будет объект твоего поклонения, всегда будет в фокусе. Если этот человек, он не будет сходить с твоих уст. Если это очередной учитель или гуру, да, христианский гуру, он не будет сходить с твоих уст. У тебя будут плейлисты, у тебя будут его заметочки. Я не против учиться, но я абсолютно отрекаюсь поклоняться. Фух! Мы часто говорим, что мы поклонники Бога, но поклонник — это тот, кто полностью покорен объектом своего поклонения. Не надо в воскресенье говорить о поклонниках. Мы с вами в понедельник утром сразу склоняемся перед нашими богами. Что бы это ни было, бизнес, работа... Я понимаю, с работой тебе надо работать, я сейчас не об этом. Я говорю, когда ты просыпаешься утром, как проверить своего бога? Первая вещь, которая в твоем сознании, когда ты просыпаешься, и последняя вещь перед тем, как ты засыпаешь. Это почти гарантия. Ты всегда отдашь честь своему богу. Или пойдешь в гараж, включишь свет и скажешь... Еще окошко протрешь. Еще колесико подчистишь. Или пойдешь в свой зал и еще раз со своих двадцатитысячных кожаных диванов смахнешь пыль и скажешь... Только ты залезешь, я тебя убью, тварь. Ой, а... Ты всегда переосмотришь свою коллекцию башков перед сном. Физически или в сознании. Не надо ничего. Сегодня ничего не говорить. Просто молчи, улыбайся. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если Бог твой, Бог, нормально, тебе нечего, ты просто сидишь и улыбаешься сейчас. Но если Бог тебе что-то говорит... А поверьте, когда я сажусь в субботу, я говорю, папа, я давным-давно как пастор кончился. Я еще там, знаете, в начале двухтысячных где-то закончился как пастор. У меня все вышло, все мои знания, библейская школа, все пошло в ноль. Я говорю, а теперь я буду говорить, что хочешь говорить ты. И вот когда я в субботу сажусь, я говорю, папа, дай мне такое слово. Мне абсолютно все равно как меня будут слушать. Кто после этой проповеди придет в церковь и не придет. Меня вообще-то не интересует никак. Боком ноль. Я говорю, что ты хочешь сказать своим детям? Потому что, может быть, кто-то один сейчас получит освобождение. Кто-то сейчас наконец-то поймет, что вот где мой прорыв. Мой прорыв. Неправильная личность всю жизнь управляет моей судьбой и за рулем моего сердца. С этого дня я переосматриваю. Семья, поверьте, вы думаете, я не проходил эти вещи? Вы думаете, я не проходил? Я сам себе говорил, да не Бог твой, Бог. Пастор Андрей. Ха-ха. О, были сезончики. Вы знаете, что одно время у меня Бог был служением. О, самые опасные пасторы и служители, это у которых Бог служение. Потому что он будет говорить теперь только то, что хочет слышать служение. Он никогда не пойдет против шерсти, потому что он потеряет членов церкви. Он не будет никогда адресовать вещи, которые действительно у него всегда будет. Благодать. Любовь. Маслом, маслом, маслом и красной икрой сверху. Аллилуйя. О, а я хочу слышать людей, которым все равно, что о нем думают все. А мне хочется слышать правду. Сколько бы она ни стоила. Я полюбил правду. Семья, одно время мне правда, она мне так боком выходила. Так боком выходила. А потом Бог говорит, полюби правду. Полюби правду. Вот косая, кривая, больная, режет, бьет. Полюби ее. Полюби. Возненавидь сладкую ложь. Возненавидь эту гадость. Полюби правду. Полюби истину. Потому что в этом Дух Святой. В этом Иисус. Потому что настоящая любовь всегда корректирует, обличает и поправляет. Опасно быть в служении тех, кто поклоняется служению. Потому что там будет манипуляция. Там будет манипуляция. А я не хочу быть в служении, где пастор под манипуляцией своего Бога. В кавычках. И потом Бог забрал у меня моего Бога. Света, он сидит, улыбается, помнит это время. Боже мой, с под моих ног вышла вся вселенная. Я говорю, Господи. Говорит, у тебя проблема, сын. Потому что ты ведешь себя, как будто ты потерял меня. Ой. Я такой, нет. Бог говорит, а при чем здесь служение вообще? Сыновья им вообще все равно. Вы знаете, как я узнал, что такие сыновья? Когда я сына в 17 раз просил в один день выкатить мусорное ведро на обочину. Сынок, да, пап? Выкати, пожалуйста, в ведро. Хорошо, пап. Смотрю уже, трак подъезжает. Пип-пип. Смотрю, гараж открывается. В трусах бежит. Потому что рано утром, серьезно, мы со Светой лежим, ха-ха, как грохнули со смеху просто в кровати. Но в 7 утра трак приезжает, а он всю ночь ничего. И потом вспоминает. Сыновья ведут себя по-другому. Почему? Потому что они не ставят ценность служения. Они имеют взаимоотношения. И он не упал в моих глазах. Я просто поржал с него и все. Я говорю, ну что, раньше будешь вывозить? Бежит в трусах босяком. Выкатывать. Потому что... Потом же скажу ему, а теперь бери все эти мешки, загружай в свою машину и едь на дампстер. Ха-ха. А я сделаю. Хе-хе-хе. А я сделаю. Себя, сыновья, у них ценность во взаимоотношениях. И когда Бог у меня забирал Бога за Богом, Бога за Богом, и мое сердечко рвалось, и душевные ранки. Он говорит, ты будешь кровоточить до тех пор, пока я не стану твоим Богом. Я заберу у тебя все, на что опирается твоя сучность. И я потом возблагодарил Бога. Как хорошо быть полностью свободным от всех и всего. Ху! Ты даже не представляешь. Некоторые люди даже в эту церковь боятся прийти, потому что теща сказала, увижу, убью. Серьезно? Я говорю, что, тебя нет? Встретил на пляже один раз. Семья, прекрасная семья. Да теща. Я говорю, а при чем тут теща? Да мы у нее живем. Я говорю, ладно. Да благословит тебя теща твоя. Да дарует тебе милость и покрытие жизни твоей. Да обеспечит тебя теща твоя. Ну, я это не сказал, подумал. Я уверен, они придут, когда похоронят тещу. Я знаю, эти чемпионы будут здесь, когда зароют тещу и споют на небесной переключке. Мы их здесь увидим. Они сказали, все, мы свободны. Смеешься, у кого-то это реальность. И он сейчас смотрит и плачет, потому что только прямую трансляцию на парковке в машине может смотреть. И то надо придумать, почему он на парковке сидит. Потому что теща занавесочку отодвинула и смотрит, что он смотрит. Ай-яй-яй-яй-яй. Как тяжело быть зависимым от человека людям. Так, где мы? Ой-ой-ой, мне уже заканчивать пора. А я только-только удовольствие начал получать. Господи. Я буду закругляться. У нас второе служение, я не могу переходить. Но вы что-то для себя берете, а? А-а-а! Ой! Ой! Какая хорошая мысль сегодня. Моя мечта, семья, вот в одном. Я туда иду, я и там не нахожусь. Я об этом мечтаю, я это понял. Быть настолько побежденным Христом, чтобы ты ничего не видел и не слышал, кроме Христа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Можете здесь представить? Павел говорит, я ничего не хочу, кроме Христа распятого. Для меня ничего не имеет смысла. Человек, который ходил в чудесах и знамениях, тень, опоясание, опоясание. Когда бесы с криком выходили, люди, которые носили на себя, когда они заходили в город, весь город в движение приходил. Сидит этот человек, говорит, я ничего не хочу. Для меня ничего не значит. Для меня значит одно, я хочу познать его, как познан им. Я хочу быть покорен им. Я хочу полностью быть взятым, захваченным им. Ты слишком самостоятельный, поэтому тебе тяжело. Назови себя раб, слуга, как хочешь. Да, у тебя титул сына. Поймите, мы сейчас не говорим об этом. Да, я сын. Да, я не имею мышления раба. Я имею позицию слуги моему Богу. Кто-то понимает? Мышление моего сына. Здесь вообще не об этом. Я говорю, я отдаю себя. Мое мышление, как вот у младшего сына, который приходит к отцу, и он не пытается что-то сделать вне. Он сразу идет к отцу и адресует проблему контакта, общения. Когда старший приходит, он не адресует проблему общения. Он адресует проблему даяния и имения. Вы не услышали меня, семья. В этой притче есть огромное, огромное закрытое, здесь секрет, тайна скрыта. Младший всегда, все, что он не делал, он делал неправильные вещи, но они всегда вытекали из взаимоотношений. Старший сын не имел взаимоотношений вообще. Все, что он хотел, я работаю, ты мне не дал, меня кинули, ты опять его принял. Ничего, я и отец, все вокруг да около, но только не отец. И вот это проблема нашего христианства. В нашей жизни все есть. Кроме Отца и общения, и контакта лично с Ним. Кто угодно. А сейчас в это время информации тяжелейше жить, потому что сейчас даже не надо ни молиться, ни поститься, ни читать Библию. Откровения, только в Гугл идешь, в Ютуб идешь, любые откровения, любой глубины, любой славы, любого уровня. Не надо даже напрягаться. Но это никогда не даст тебе силу, так как не получено тобою от Бога. Это всего лишь тебя подсаживает на кайф откровения. Но ты никогда не перевяжешь трансформацию, потому что трансформацию откровение дает только тогда, когда оно твое личное. Когда оно чужое, просто твои мозги щекотятся. Вы заметили, как люди самые умные, это самые неизмененные? Если бы ты сейчас услышал, что я сказал. Самые умные, самые всезнающие, те, которые не умеют даже следить за своим языком, у которых характер даже не изменен. Они не могут эмоции свои контролировать. Он так же завидует, врет, так же выкручивается. Самые умные, потому что откровение никогда не дает ничего. Личное откровение – это то, что меняет. Полученное от него, которое твоим личным стало. Вот это оно. Мне не интересен статус человека в обществе, финансовый какой-то капитал, связи. Я ищу глубину Христа в тебе. Глубина Христа в тебе может быть только найдена тогда, когда Он взял тебя, когда ты отдан Ему, когда Он за рулем в твоей жизни. Другими словами, я несу часть Христа. Сталкиваясь с Андреем, ты не получаешь Бога, ты не получаешь всего Бога. Ты получаешь часть. Ты получаешь, знаете, как вот диамант, который надрезан, вот этот бриллиант, который отточен. Ты, да, мы все с вами тело, но каждая грань освещает себе. Кто-то понимает, да? Часть. Часть. И вот там вот миллиард нарезок. И я всего лишь одна нарезочка, которая являет маленькую частью Иисуса Христа. Но мне ты нужен, ты мне абсолютно нужен, потому что в тебе грань, которой у меня нет. Мне нужна моя жена не потому, что она моя жена, а потому, что она несет поклонение откровения, до которого я не дойду никогда. Я нуждаюсь в каждом из вас. Вот почему тело нужно друг к другу, потому что сияние красоту Христа мы видим только в совокупности его сыновей и дочерей. Когда кто-то вылазит один, семья, это всего лишь одна грань, одно отражение, одно откровение. И я несу всего лишь одно, и я рад одному, я не против. Но я знаю, что никто из нас не может быть все во всем. Только тело, только вместе. Почему? Потому что вот эта грань теперь показывает мне, теперь я, когда кто-то поклоняется здесь, я погружаюсь в твое откровение. Семья, сейчас вот вы, вот за вот этот часик, да, вы погрузились в мое откровение моего Бога. Кто-то понимает? Вот в эту часть. Следующее воскресенье я открою еще что-нибудь. Здесь не в этом дело. Но я погружаю вас в мое, это мое откровение, полученное лично в моем пути. Когда ты мне служишь, я получаю твое откровение. И так я обогащаюсь. Мы все становимся богатыми Богом. А, так я заканчиваю. Такая хорошая тема, мне надо заканчивать. Прочитаю одно место из Библии, наверное. Заканчиваем. Смотри, Галатам 2,19. Галатам 2,19. Как мне нравится это место. Павел один из величайших людей. Две трети Нового Завета. Все, весь Новый Завет практически построен на его учении, на его принципах. Это просто. И смотрите, что он пишет. Галатам 2,19. Убедившись, благодаря закону в своем бессилии. Ух, здесь просто бомба. У меня целая проповедь рождается сейчас. Я умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Вместе со Христом я распят. И уже не я живу. Христос живет во мне. Это жизнь, которой я живу теперь в моем теле. Это жизнь веры в Сына Божья, меня полюбившего и предававшего себя на смерть ради меня. То есть он избирает познать Христа и только Христа распятого. Он ничего не хочет, кроме Иисуса. Семья, когда ты пройдешь через все эти вещи, и ты дойдешь до этого откровения, не потому что Андрей сказал, а ты до него сам дойдешь. Ты поймешь, какое богатство. Павел говорит об огромнейшем богатстве, до которой церкви придется еще дорасти. Ничего, семья. Ничего, кроме него. Я сбрасываю все, чтобы коснуться, чтобы завтра утром войти в мое святое святых и получить следующую грань, получить поцелуи моего Иисуса. Кто-то понимает? Обнять его и получить его объятие, впитать еще одну грань Христа, которой я потом могу делиться с вами. И не надо фейковать. Вы всегда прочувствуете тех, кто ходит близко с Богом. Нет иллюзии, семья. Нет иллюзии. Если ты нормальный человек, если ты духовный человек, ты всегда проекцию считаешь. Знаете, что такое проекция? К тебе подходит человек с виду, все, вовсе прекрасны. И ты такой говоришь, и ты такой, хм. И потом ты сидишь и себя осуждаешь. Господи, почему я так нехорошо насчет него подумал? А Бог говорит, это твой дух распознал фейк. И знаете, мы сидим и говорим, господи, я благословляю. Да нормально благословляешь. Тебе просто нужно понимать, что интуиция... Знаете, что такое интуиция? Это мир называет интуицией. Интуиция — это пророческое чувствование чужой проекции. Еще раз. Интуиция — это духовное чувствование, как обоняние зрения слух. Интуиция — это я знаю, но я не знаю. Я не знаю, но я знаю. Интуиция — это духовное чувствование. Это считывание чужой проекции. И вот я научился. Как только я не знаю человека, самое первое чувство, мысли насчет этого человека — это пророчество, это дух Бога внутри меня пророчески дает мне визитную карточку этой личности. Некоторые из вас сами задумались, Господи, ну почему? Вот со всеми нормально, вот только сажусь с этим человеком, вот все внутри меня выворачивает. Не могу. Не знаю. Господи, прости меня. И мы начинаем каяться. Я помню, много лет назад то же самое занимался. Он говорит, ты не понял. Я тебе даю эти чувства не для того, чтобы ты осуждал, а для того, чтобы ты знал, для того, чтобы понимал, для того, чтобы никогда не ввелся на человеческие вот эти фишки, чтобы ты понимал, кто Бог, кто Бог его жизни. Ладно, половину проповеди Нитича еще не сказал. Ну, самую главную мысль сказал. Проблема у таких людей, как я. Нам всегда мало времени. Нам всегда мало времени. Вот и все. Почему мне необходимо потерять себя? Чтобы приобрести его. Потому что небо не может двигаться через что-то, что не принадлежит Богу. Знаете ли что? Знаете, что Бог не делит тебя. Ты или его, или делай, как ты хочешь. Бог не делит тебя, Он не играет в эти игры. Он употребляет действительно то, что отдало себя для его употребления. И поэтому я соглашаюсь на абсолютное подчинение моему Богу. То есть моего желания недостаточно, чтобы Бог двигался через меня. Я должен быть легально побежден небом, полностью покорен Богом, тотально уступить себя Христу. Тогда царство двигается легко через свой источник. Другими словами, я становлюсь, ты становишься Его территорией. И когда это Его территория, Он ей распоряжается так, как Он хочет. Вы что-то взяли для себя. Воздайте Ему славу. Давайте мы закончим. Я здесь закончу. В следующее воскресенье продолжим. Давайте мы поднимемся с себя. Давайте поднимемся. Просто скажи Иисусу спасибо. Спасибо тебе, любимый. Еще раз. Если кто-то из вас был, реально может быть откорректирован, может быть обличен Богом, прими это обличение. Не злись на меня. Я не знаю твою жизнь. Я говорю, как что мне говорит Бог. И я понимаю, что я из тех людей, которые раздражаю многих. Но поймите, семья, для меня подчинение моему Богу намного важнее твоей в любви и твоего отношения ко мне. Почему? Потому что чуть попозже мы все с вами поймем, где действительно истина и что преследует Бог. И я лучше буду тем, знаете, тем человеком, который приносит, может быть, дискомфортную правду, но ты никогда не обличишь меня в том, что ты не сказал, что ты смолчал. Бог тебе говорил, а ты не говорил. Я буду говорить. Мне это нравится. Почему? Потому что я очень люблю моего Иисуса. Почему? Потому что Дух Святой корректирует меня буквально каждый день. Он меня настраивает, направляет, исправляет вещи. И я поддаюсь. Почему? Я люблю истину. Я всегда говорю, любимый, обличай меня. Если что-то во мне не так, адресуй, говори, говори. Я хочу быть корректируем тобою. Спасибо тебе, любимый Иисус. Спасибо за нашу семью. Спасибо за команду. Спасибо за заслужителей. Спасибо за все сферы. Спасибо за то, что ты поднимаешь твою истинную, истинную церковь. Церковь, которая говорит. Церковь, которая не просто делает вид, а церковь, которая адресует, которая идет, которая вырывает из ада, изгоняет бесов, исцеляет больных, адресует боли, проблемы. Я благодарю тебя за это место. Мы не собираемся лицемерить, мы не собираемся делать вид, мы не собираемся играть в эти игры, чтобы вырасти количественно. Нас это вообще не интересует. Мы хотим говорить правду. А правда, она будет стоить нам чего-то. Правда всем будет что-то стоить. Нам всем истина будет что-то стоить. Но истина это единственный ингредиент, который, когда ты ее познаешь, она тебя делает свободным. Я благодарю тебя, любимый. Спасибо тебе за каждого сына и каждую дочь. И все сказали, Аминь. Благословения вам, дорогие. Воздайте Ему славу. Воздайте Ему славу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok